Я хочу пригласить к микрофону председателя областной федерации независимых профсоюзов Пензенской области, члена общественной палаты Пензенской области, кандидата в депутаты законодательного собрания Пензенской области Николая Васильевича Котова. Добрый день, дорогие друзья, дорогие земляки. Действительно, сегодня здесь мы сегодня чтим память и отдаем дань человеку, который родился на этой прекрасной благодатной земле, простой крестьянской семье, который прошел яркий жизненный путь, человек, который прошел путь от помощника типографии до директора литературного института имени Горького, человек, который подарил нам и всему миру такие произведения, как бурелом, цемент, энергия, вольница. До меня уже выступали мои коллеги и действительно сказали, что всю свою жизнь, всю свою энергию отдавал простым людям, то есть таким, как мы с вами. И он по заслугам был отмечен наградами государства. Это дважды государственная премия. Дважды награждался орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени. В 1957 году стал депутатом Верховного Совета Российской Федерации. Это особые заслуги. Он встречался с великими людьми, он знал Горького, он встречался с Сергеем Орженикидзе и с Михаилом Ивановичем Калининым. И сегодня мы собрали здесь люди различного возраста, у нас дети и взрослые, различных профессий. И это говорит о том, что мы чтим то историко-культурное наследие, которое есть у нас. И действительно, и губернатор ставит такие задачи, чтобы мы помнили свою историю. Мы знаем, что это будущее. И сегодня, еще раз поздравляю вас с праздником, особую благодарность хотела высказать Николаю Ивановичу за то, что он отметил действительно и администрацию района, и помощников. Это настоящая команда. Александр Васильевич буквально недавно проводил совещание с землячеством. И как раз вот эти вопросы возрождения наших культурных ценностей, они стоят на первый план. Я думаю, что мы всем миром должны помогать этому. Ну, а как доктор, хочу вам пожелать прежде всего здоровья, потому что это истинное богатство, которое есть у человека. Счастье, благополучие. И еще раз говорю о том, что когда мы вместе, мы сила, и многие вопросы нам повлечут. С праздником вас! Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...